Друзья, всем привет! Сегодня у нас урок. Будем клеить вот на этом красавце крыло. Научу вас, как правильно клеить полиуретановую пленку на крыло автомобиля. Вот. У нас вот такой вот красавец Nissan Patrol. Мы его уже практически оклеили. Клеится здесь полностью передняя часть. Капот, крылья, бампер, фары, зеркала, стойки. В принципе, это все уже сделано. Осталось у нас одно крыло. Сейчас мы с вами и поработаем. Погнали! Первым делом, естественно, нам необходимо сделать подготовку автомобиля по доклейку. Естественно, мы намочили поверхность мыльной водичкой и специальной синтетической глиной. Я о ней уже рассказывал. Мы подготавливаем поверхность. То есть вот такими движениями, как бы трём по кузову, удаляем всякую там различную грязь, битум, загрязнения различные, которые могли въесться в кузов. Особенно тщательно надо делать это на белом автомобиле, так как на белой машине очень много мелких точечек, всяких там вкраплений, если машина не новая, уже поездила. Если на чёрном кузове их не видно или на сером автомобиле, или на каком-нибудь другом цвете, то на белом их очень хорошо видно. Поэтому нужно внимательно смотреть и всё это дело удалять. Вот. Сейчас как раз вот мастер производит такую подготовку, очистку кузова. Следующим этапом, после того, когда мы очистили, необходимо согнать всю воду, сейчас как раз мастер это делает, и обезжирить поверхность. Обезжириваем мы с помощью обезжиривателя и вот такой вот тряпочки. То есть несколько пшиков нам на тряпочку и вот такими аккуратными движениями мы протираем всё вокруг. Протереть нужно не только нашу деталь, с которой мы сейчас будем работать, а также и прилегающие к ней детали. То есть всё вокруг мы протираем, чтобы здесь всё было чистенько и аккуратно. Также необходимо нам будет поднять капот. Здесь мы уже немного подготовили резинку, чуть-чуть слегка отогнули. Также необходимо обезжирить вот эти вот места, где плёнка будет подворачиваться. Да, ещё, кстати, вот здесь вот у нас брызговик стоял. Мы его так полностью не сняли, просто отогнули слегка, для того, чтобы здесь было место свободное, и можно было сюда плёночку просунуть, а потом брызговик, естественно, сюда встанет обратно. Так, всё, деталь у нас подготовлена, почищена. Следующий этап, это у нас нужно не обязательно промазать праймером края. Ну, как бы для нас это обязательно, не знаю, кому-то может и это не актуально, кто-то не использует праймер. Мы в своей работе, как правило, используем. Вот, праймер позволяет плёнке как следует прилипнуть в краях, то есть тем самым минимизируя какие-то риски, если плёнка у нас в дальнейшем отклеится. То есть на праймер она очень хорошо приклеивается. Вот, промазываем, как правило, вот такие вот края, именно где будет край плёнки у нас. Вот так вот по периметру. Здесь, в принципе, промазывать не обязательно, так как здесь у нас накладка ещё встанет. Сейчас мастер покажет, как это делается. То есть используем праймер, ну, тут бутылочка просто... Покажи, пожалуйста, бутылку. Бутылочка, в принципе, неважно, можете как бы не акцентировать на ней внимание. Это обычная бутылочка, мы сюда просто перелили праймер. И кусочек салфетки можно оторвать, можно кисточкой, можно ватной палочкой, чем угодно. Просто несколько капель и аккуратненько вот так вот промазываем края. Только края, больше ничего не нужно. Плёнку мы уже раскроили. Сейчас я вам покажу. Уже готовый лекал есть у нас. Лекал сделали так, что он у нас с запасом по всему периметру. Примерно там 3-4-5 сантиметров кое-где, то есть запас есть. Сейчас мы замываем. Это уже такая финальная замывка идёт, то есть уже непосредственно перед оклейкой. По поводу воды, пока мастер замывает, ещё расскажу. Здесь у нас чистая вода, фильтрованная. На полтора литра воды примерно 4-5 кубиков шампуня Johnson's Baby. Смотрите, сейчас мастера слегка немножечко вот так опрыскивают водой. Это для того, чтобы есть какая-то пыль на нём, то есть чтобы она так как бы прибилась, да, и не попала случайно нам на белую машину. Вот, смотрите. Мы крыло уже, в принципе, замыли, подготовили. Сейчас нам необходимо снять защитный слой, лайнер, и, соответственно, уже начать оклейку. И вот так вот аккуратненько плёнку устанавливаем. Крыло, на самом деле, не очень сложное, оно такое достаточно простое. Но, думаю, всё равно будет интересно посмотреть. Сейчас мы смачиваем непосредственно плёнку. Первым делом руками как бы разглаживаем такие основные большие пузыри. Просто сгоняем, вот. И сейчас уже начнём использовать ракель, и ракелем уже будем всё сгонять. Ракель я использую вот такой вот. Это ракель красный узликс. Здесь одета такая специальная бархотка для того, чтобы, ну, ракель более лучше скользил по поверхности и хорошо отжимал плёнку. Вот. Крыло, в принципе, такое, практически прямое. Особо тянуть его не нужно. Если, видите, плёнку положили, вот здесь есть несколько стрелочек. Здесь немножко. Но в любом случае мы делаем следующим образом. Первое, что я обычно делаю, вот в этом месте немного заспиртуем. То есть спирт нам нужен для того, чтобы зафиксировать плёнку, чтобы она в этом месте уже как бы окончательно так встала. Подожди секундочку. Также можно вот здесь спиртом пробрызгать и чуть-чуть её подтянуть. Немножко совсем сильно не надо тянуть, вот так вот, совсем чуть-чуть. И вот так же зафиксировать этот край. Следующим этапом мы немножко приподнимем с этой стороны плёнку. Также немного спирта здесь, немного спирта здесь. И вдвоём с мастером. Секунду. Вот так чуть-чуть подтянем. Ещё немножечко. Вот так. Отлично. И вот так её зафиксируем. Вот. Теперь у нас задача отжать, согнать всю воду. Выгнать всю водичку. Так чуть-чуть залипает. Естественно, мы в это место, куда мы уже, где брызнули спиртом, сюда не гоним. То есть отсюда мы всё вот так вот аккуратненько отжимаем. В принципе, основную часть мы уже отжали. Сейчас нам необходимо сделать следующее. То есть отрезать лишнюю плёнку. И, естественно, с небольшим допуском по краям. И подвернуть её очень аккуратно, чтобы не было видно краёв плёнки. Здесь у нас попутно происходит тонировка автомобиля. Вот. Поэтому, как не обращайте внимания, автомобиль помимо оклейки ещё и тонируется. Нам необходимо её прорезать. Сейчас Артём нам покажет, как это делается. Для того, чтобы вот это вот место уложить. Сейчас происходит вот такая вот подрезка плёнки. Аккуратненько. То есть ножик мы просунули вот сюда, вот ущель, между крылом и фарой. И аккуратненько срезали лишнюю плёнку. То есть с маленьким запасом. Может быть примерно где-то в миллиметра два, не больше. Сейчас необходимо это место заспиртовать. Пролить спиртом. И вот таким вот образом аккуратненько плёнку подвернуть. Там, напомню, мы промазали праймером. Поэтому там плёнка достаточно хорошо, быстро встаёт, сразу прилипает. Вот, всё. Края плёнки уже не видно, она полностью туда подвёрнута. Сейчас мастер как раз вот прорезает вот это вот место между бампером и крылом. На некоторых автомобилях мы иногда отщёлкиваем бампера от крыла. То есть делаем небольшой зазор для того, чтобы плёнку туда пропихнуть. То есть это делается на таких автомобилях, у которых зазор, ну такой, с достаточно приличной щелью. Если у автомобиля нет вот этой щели, то есть там прям две детали прям вплотную стоят, то мы не рекомендуем просовывать плёнку туда вот вовнутрь. Потому что со временем всё равно от езды, от вибрации эта плёнка всё равно потихонечку оттуда будет вылазить. Вот, поэтому мы просто обрезаем, грубо говоря, всовываем ножик между этими двумя деталями. И вот так вот прорезаем. И маленький запас, который плёнки образуется, там буквально в миллиметр, мы его просто аккуратненько туда подворачиваем. Здесь также всё промазано праймером, и всё достаточно хорошо, и плотно прилегает, прилипает. Вот, следующим этапом, сейчас мастер будет подрезать вот эту вот часть, арку. То есть здесь у нас оставляем примерно полсантиметра, может чуть-чуть больше запасика, для того, чтобы вот этот запас мы потом смогли подвернуть. Сейчас заспиртовываем вот эти вот края, и, соответственно, вот таким вот движением, аккуратненько, мы всё это дело подворачиваем. Остаётся ещё несколько сторон у нас, вот эта вот верхняя сторона. Сейчас также мы оставляем здесь примерно по полсантиметра. Вот примерно столько, сколько я сейчас показываю. И, соответственно, будем подворачивать плёнку. Побрызгиваем спиртом также этот край, для того, чтобы его сразу же приклеить. Сейчас идёт подрезка края между крылом и дверью. Также отрезается аккуратненько, с небольшим запасом, 34 миллиметра, потом будет завёрнута вот сюда вот вовнутрь. Сейчас дверь откроется, и аккуратненько край подворачивается. И сейчас вот такими движениями тоже аккуратными мы весь край проклеиваем, прижимаем. Сейчас идёт подрезка финальная. Отрезаем вот эту вот часть плёнки, которая нам не нужна здесь лишняя. Вот эта вот накладочка сюда потом встанет аккуратненько. То есть эта накладка, она ещё закрывает часть металла. То есть край плёнки будет у нас, по идее, просто под накладкой, и вы его даже и не увидите. Последняя часть у нас осталось отрезать вот здесь вот, нижнюю часть плёнки. А так, в принципе, практически всё. Ну что, друзья, у нас прошло примерно 15-20 минут, и эта деталь у нас оклеена. В принципе, она такая достаточно простая, несложная. Но, конечно, всё равно есть некоторые тонкости, о которых я вам постарался рассказать. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Единственное, последний вот момент, что у нас осталось, это приклеить вот сюда вот, установить вот эту вот декоративную часть. Для этого мы обычно обезжириваем поверхность, перед тем, как установить её заново, потому что она здесь не просто защёлкивается, она ещё и приклеивается на двухстороннем скотче. Естественно, когда мы её снимали, старый двухсторонний скотч, мы повредили, мы его сняли, наклеили новый. Сейчас здесь установлен новый скотч. Вот, таким вот образом мы её аккуратненько обратно вставляем в свои пазы, плотно прижимаем. Оклейка крыла, можно сказать, завершена. Надеюсь, вам этот урок был полезен, понравился. Если это так, то не забывайте поддержать наш канал лайком и подпиской. Всё, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!